ТОЖЕ ВЫБРАЛИ СПОРТ Валерий Кубко – сам тренер высшей категории. Кстати, он тоже воспитывался в этом детдоме. Здесь два выбора – либо идти куда-то, быть ученым или на улице оставаться, либо идти в спортом заниматься. Очень сложно на сегодняшний день в детском доме прорваться, потому что не выделяют финансовые поддержки мало. Теперь здесь свой зал по самбо. Новые татами, экипировка для детей, занятия с тренером три раза в неделю. Это проект жителей Иркутска Мирослава Смирнова «Я расту со спортом». Четыре года назад при поддержке других бизнесменов он открыл первый зал для сирот. Сейчас их уже девять, причем по всей России. Я считаю, что это дети, да, они обделены родительским вниманием. У них нет ни мамы, ни папы. И у них нет возможности такой, чтобы их кто-то возил в секцию, платил за это средство, привозил обратно. Из-за этого они не ходят, не посещают занятия, а ходят взрослые дети, которые уже самостоятельные. А вот эти вот малыши, они как раз не имеют такой возможности. Вы пример для подражания, вы вдохновляете нас. Это обращение к Федору Емельяненко, одному из сильнейших бойцов в мире. 31 декабря, после трехлетнего перерыва, известный спортсмен возвращается на профессиональный ринг. Сейчас он усиленно готовится к поединку. За всю свою карьеру в смешанных единоборствах Емельяненко провел 40 поединков, в которых одержал 35 побед. С нетерпением юные спортсмены из детдомов ждут от своего кумира очередную. Со словами поддержки они решили обратиться к нему лично. Это видео они планируют передать его менеджерам. Сложно настраиваться перед боем, прежде всего эмоционально. Большое напряжение эмоционально, больше чем физически даже. Поэтому смотришь на видео и понимаешь, что здесь одно идет, а у него еще сложнее. И понимаешь, что нельзя сдаваться, нужно идти вперед. В декабре Мирослав Смирнов открывает 4 спортзала для сирот, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. А в следующем году возможность увлечься самбо появится у воспитанников еще около 30 детдомов. Наталья Сальникова, Роман Рютин, Вести, Иркутск.